Одно из главных новостей третьего экологического форума Ленинского района стало известие о том, что в следующем году в рамках программы парки Подмосковья, которая предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству парков, нашему муниципалитету будет передан участок площадью почти 260 гектаров. Расположено в границах городского поселения Видное, и в будущем это место наверняка станет центром притяжения местных жителей. В следующем году будет подготовлен проект, который будет обсуждаться широко со всеми жителями для того, чтобы каждый выразил свое мнение, а парк будет для проведения досуга, прогулок и занятий активными видами спорта на свежем воздухе. Не забывают представители власти и о резонансных экологических проблемах нашего района. Речь в частности идет о печально известном микрорайоне Куперенко, где остро стоит вопрос с очистными сооружениями. Что сделано в 2017 году, чтобы преломить данную проблему и кардинально ее решить? Адмистрация района сейчас проводится работа по подготовке к тому, чтобы принять эти очистные сооружения от застройщика, который назначил свою платирующую организацию, муниципальную собственность. Где мы силами своего муниципального предприятия будем отвечать за технологический цикл, за частоту истоков на выходе, за сохранение водолема речки Куперенко. Важным тезисом форума стало то, что по мнению его участников, к экологической тематике нужно обязательно приобщать подрастающее поколение. Одним из таких примеров стала прошедшая в ноябре в школах и детских садах нашего муниципалитета благотворительная акция по сбору макулатуры «Школа доброты». Напомним, по ее итогам собрано около 30 тонн вторсырья, а сумма вырученных средств, порядка 160 тысяч рублей, направлена на лечение тяжеловольной девочки Ксюше Мишаевой. Директорам образовательных учреждений, которые участвовали в данной программе и вообще занимают активную позицию воспитания детей в области охраны окружающей среды, были вручены благодарственные грамоты. Мы активно стараемся участвовать во всех акциях Ленинского района, наши школьные собственные акции и постоянный сбор макулатуры, это классные часы, это беседы. И убираем территорию своими руками, и выходим различные акции уборка леса, уборка других каких-то территорий. Не отстают от школ и библиотеки муниципалитета. Так, первое место в районном смотре конкурсе по экологическому воспитанию получила Мильковская библиотека. Здесь со всей ответственностью подошли к вопросу утилизации батареек. К нам был придуман такой герой батареечи, это банка, в которую дети приносят батарейки, высыпают их, выкладывают, и уже они летят не в мусорное ведро, когда потом на полигоны и засоряют, а именно идут в переработку. Кроме того, в Ленинском районе с прошлого года активно работает волонтерский проект, видный за раздельный сбор мусора. И хотя пока можно говорить лишь о начале большого пути, по единодушному мнению участников третьего экологического форума, это важный шаг к охране окружающей среды. Мы вас призываем к нашим акциям. Рассказывайте, пожалуйста. Цель нашего мероприятия – это в первую очередь экологическое просвещение. Уже сейчас правильно сдать твердые бытовые отходы, такие как пластиковые бутылки, шестяные банки, полиэтиленовые пакеты, макулатуру, можно каждое первое и третье воскресенье месяца в следующих местах. Видно, но против взрослой поликлиники и у входа в парк Сосинки, а также в горках Ленинских у досугового центра «Юность». Екатерина Кваленко, Владимир Брежонов и Ирина Кошелева. Видное ТВ.